Всем привет! Начинаем замену чулка, приступаем к замене, вернее, чулка. Неохота, кто бы знал, как неохота лезть опять. Выбора особо нету, надо лезть, надо делать. Всё, разложился, шайтан ключ достал, эту сторону колёс уже открутил, ну, посрывал, да, тут как бы ничего сложного осталось. Сейчас донкратить, донкратить подождь, буду балансиров донкрат, поставляю, чтобы полностью поднять, ну, с этой стороны донкрат, с той стороны донкрат. Будем поднимать, так, в принципе, там, недолго его снимать, но всё равно, где он погнулся, гад, только так непонятно. Ну, куда это кривой, да, ос? Ос, это небольшой лохматый лохматый лохматый. Ну, всё, раскручивал, таким способом донкратится, всё, карданы, не карданы, камеры, тяги, всё, откручивал. Сейчас будем вытаскивать, сейчас с той стороны ещё коляс сниму, и всё. Вот что получилось, да? Сейчас он там, на тракторе приедут, трактором зацепим и вытащим сюда. Блин, так и не найду, где он гнутый. Где-то вот в этом месте, вон, получается, где-то здесь вот погнулся. Где-то так кривой, да? Ездить не вариант о нём, потому что он в любой момент может потом лопнуть, крякнуть. Как-то приехал, статистик пробил. Поломается, поломается, да? Ну что, попробуем. Барабан слетелся. Давай-давай-давай. Всё, хоро-о-о-о, хоро-о-о-о, ну барабан, чё-то, блин. Сейчас начал, любопытство заело, да, где погнуло. Нашёл, вот она, то есть трещина, да, ещё есть. Вот она, видно её. Хорошо. Трещина. Вот так вот без оси КАМАЗ выглядит, да? О, ну чё, пацаны, ещё у кого есть желать на зерновой заработать? Косяк обнаружил какой. Вот она, открученная. Надо, подкрутить будет, подтянуть её. Вот так вот. Ладно, завтра. Так, у нас второй день ремонта, да? В общем, поразбирали. Вот эта сторона кривая у нас. Тут чуть-чуть или трещина где-то, или ещё видно то, что масло бежало. Эта сторона сухаяся, масла не было. Вот он, чулок, который ставить будем. Вот эту переваривать опорную, потому что разбита. Здесь палец стоит, там болтается всё. Ну всё, приступаем к сборке. Щёточка всё, чуть-чуть почистим ещё, чтобы нигде ничего грязи никакого не было. И будем вот эти опоры устанавливать назад. То есть с этого сняли, туда всё переставляем. Редуктор тоже всё раскрутил. Сейчас редуктор перекинем. И будем вкатывать ось назад. Потихонечку процесс сборки идёт, да? То есть, внутри всё помыли. Вот эту тканитель срезали. О, корник этот. Почистили. Вообще, новую надо будет одеть, приварить. Да? Вот так. Ну, то есть, такую балду срезали. Всё, собрали. Мост готовый. Сейчас трактор приедет. Будем втыкать. Поменяли, переварили. Ну, опорный, да? С этой стороны проваренный там. С той стороны проваренный. Затолкали ось на месте. Теперь у нас остаётся только обвязать её. В общем, остаётся дело за малым, да? Как говорится, начать, докончить. Вот, сборка потихонечку идёт. Тут кардан привязал, бабочку поставил. Здесь тяги поставил. Ну, в принципе, ещё осталось. Ещё вот эти шутердяки допинуть. Воздух подключить. Кардан прикрутить. Ну, и на тягу. И как бы всё. Масло уже залито. И можно пробовать. С мостом всё закончил. Ещё колёса начал ставить. Косяк нашёл. Диск по кругу лопнул. Ещё и диск менять. Ну, всё, собрал машину. Уже тут на загрузку приехал. Диск поменял тоже. Диск новый поставил. Прям блестящий такой, да? Диск. О! Даже уже запачкать успел. Ничего. Вот эти колёса раньше сюда завалены были. Сейчас всё как по струночке. Что-то рабочих никого нету. Приехал грузиться, а тут грузить не хотят. Тут остатки забрать со склада. Осталось там немного. В общем, вот эти вот кучки всех. Надо за раз забрать что будет, да? И всё на этом. Кукуруза кончается. Что, ребят? Картина Репина приехали, да? Вот что у меня получилось. О! О! В общем, наружный подшипник рассыпался. В общем, наружный подшипник рассыпался. Да! Хорошо на пустом. Не успел. То есть, ничего не успел. Ни ось. Ну да. Ни чулок, ни кот. Ничего. Сейчас тут мужичок, который грузить меня будет. Поехал. Поехал. Привезёт подшипник. Тут магазин Сосновка. На команде. О, сосульки какие. Наросли, да? Хе. 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 Ох. Стою тоже перекрыл всю дорогу. Хе. 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 Проезжают. Грузовая, как не пройдёт. Сперва, короче, думал полуося. У меня получил ещё паршимник рассыпался. Ступица чуть сюда отошла, да? И это, полуось выскочила с редуктора. Она получается как пробуксовывает. Еду, блин, рычит камаз. Чё за дела, думаю. Сцепление срезало что ли? Ох! О! нюанс при сборке упустил чуть-чуть что-то где-то упустил и вот он результат такой вот тоже я короче уже колеса поснимал все ступицу разобрал обойму выбил он назад ему в общем назад надо и вот здесь вот он объедет по вот этой дороге уже час не час конечно минут 40 прошло как вот он все сдает не получается почему-то у него назад сдать по прямой могу назад не могу опять колеса выбрал опять прицеп пойдет хрен знает куда ну чтож поделать кому чудо надо да и опять сейчас скажете я виноватому это дорогу перекрыл да я стою во первых своей полосе там другая полоса обижать да во первых я стою своей полосе обижать там обижать есть другая дорога вот и зачем надо было в лоб в лоб ехать если ты видишь машина стоит да он ехал оттуда остановись по сета и все равно я даже и логике это не пойму если бы я не стоял я ехал куда мы бы встретились вот где он стоит мы там встретили с ним кому все равно назад бы пришлось давать я вот это не пойму пока едется еду получается ребят не поверите вот вот он камаз я успел машину арендовать сгонять магазин магаз уже да я посмотрим сколько он расстояние это надолго алконишь корячится будет это еще здесь я попаду вот в этот поворотик он сейчас будет очень долго корячиться прицеп застопоренный может меня пропустят ладно мы барзанем поедем нет мы не поедем то его нас прицепом туда заказать ну вот короче вот так и не толкал поехали мы вон он мой камаз то и да и на это про все у него два часа ушло я просто не знаю это капец машину взял у закачка который меня грузить должен в общем у него машину взял домой где надо ехать ребят забыл заснять короче ну все собрал тронул на все про все где-то часа два с половиной где-то у меня ушло примерно пока больше ждал пока подшипники привезут подшипники пока привезут больше ждал так все тронули едем все добрался до места до загрузки здесь такие способом грузится отцепляясь заряжаешь бокс ночи машину загружу будет состоит все потом зацеплюсь и прицеп за толкают прицеп загрузить в общем так все машину загрузил там прицеп начали грузить теперь прицеп сюда затолкал тоже такие вот ворота от было прицеп уместить ничего вроде залез все еще прицеп загрузим и миллерово поедем ростовской области загрузился выехал дорожечка у нас убитая короче грузился в тамбовской области село сосновка и от сосновки еще в сторону 50 километров вот по такой дороге это еще нормально такая более-менее дорога еду а там чуть подальше товарища кошмар дорога прием на миллерово ростовская область повторяюсь ожидает а